Затопило полностью молодежный проезд, и вот эту всю территорию, она просто превратилась в болото, потому что вода не уходила. Обследовать трубы ливневой канализации под проезжей частью на Советской – не единственное поручение от главы округа Мосавтодору. Кроме этого, отремонтировать тротуары и сделать парковку вдоль главной Голицынской улицы. Работы, по словам директора, предприятия идут не без сложностей. Госзадания от министерства нет, а парковка жителям нужна. Я обращаюсь тогда с письмом на министерство. Михаил Васильевич, давайте, пока совещание идет, можно его прямо подготовить сразу. И в руки отдадим, и отправим там свяду. Вопрос с парковкой решается уже три года. Помочь может не только выделение лимитов, но и взаимодействие с подрядными организациями. Я уверен, что ни один подрядчик, работающий на нашей территории, не откажет в такой поддержке. Площадка крошечная, прийти с техникой, по сути, закупить только асфальт или из остатка взять и сделать эту площадку. Несмотря на сложности, большинство поручений МОЗ «Автодор» выполняет в срок. Продолжают восстанавливать канавы и ремонтировать тротуары. Проведение работ по занижению борт камня, это было важно, особенно для маломобильных или пожилых людей. То есть, в принципе, здесь тоже отработали оперативно. Не только дорожная сфера вызывает вопросы. Много жалоб на мутную воду, ремонт насосов и промывка. Проблему не решают. Из крана вновь течет ржавая вода после отключения электричества на ВЗУ. Решать проблему глава округа поручил комплексно. Важно не только отремонтировать ветхие сети. А параллельно с этим мы все равно занимаемся дизелем, генератором и устройством, которое будет балансировать скачки. От некачественного водоснабжения к строительству многофункционального фока. Участок уже сформирован и исследован. Вовсю готовится визуализация проекта. Решено сделать комплекс двухмодульным. Не только со спортзалом, но и с бассейном. Помните, когда мы обсуждали, почему был вопрос дорогого комплекса, когда мы хотели сделать под единой крышей. Поэтому мы вышли с предложением, чтобы удешевить, сделать два одинаковых модуля, просто их разграничить дорогой, чтобы был пожарный проезд. Спортзал уже полностью спроектирован. А вот бассейн еще в разработке. По плану реализовать этот проект уже в следующем году. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».